Всех приветствую! Наконец-то завершена работа над чистовой обшивкой парусника 12 апостолов и о ней, а точнее о той части, которая идет выше в атерлинии и пойдет сегодня речь. Сразу бы хотелось предупредить, у нас сейчас полярная ночь и поэтому мне приходилось освещать рабочий стол самыми разными источниками света. Поэтому баланс белого на видео гуляет в разные стороны, так что прошу прощения за этот косяк. Еще хотел бы вернуться к предыдущему этапу сборки, так как у вас сейчас наверняка возникнут вопросы. Пока корабль лежал в течении нескольких месяцев, он сильно рассохся и там где оставались небольшие щели в чистовой обшивке ниже в атерлинии, они стали просто огромными, а там где их не было вообще появилась куча мелких. Все это вы можете разглядеть на этом видео, их прекрасно видно как на камеру, так и в живую. Мне советовали тогда покрасить нижнюю часть в тон к шпону, сам я тоже об этом подумал, но было уже поздно. Короче говоря, этот косяк мы уже будем устранять в следующем видео. Ну и я думаю, что все должно получиться. Ну переходим к сегодняшней сборке. На данном этапе работы мне понадобились 45, 46 и 47 выпуски журнала 12 апостолов. Именно в них находится инструкция с действиями, а сами планки шпона были получены еще ранее. В отличие от обшивки ниже в атерлинии, здесь используются планки шпона липы. Самое сложное, конечно же, начать укладку планок, а далее дело уже идет само собой. Сперва мне даже показалось, что работать с липой проще, чем с древесиной сапелей из-за их гибкости. Но на самом деле первое впечатление оказалось, как обычно, обманчивым. На видео, как и прошлый раз, я обклеиваю только одну сторону парусника. И то пропускаю сложные моменты, так как планки никак не хотели принимать нужную форму. Сперва сложности возникли в задней части корпуса, а потом и в передней. Если в задней части мне удалось приклеить их более-менее нормально, то спереди получилось не очень. В общем, остается надеяться, что шлифовка корпуса и наличие огромного количества деталей на носу спрячут все эти косяки. Кроме того, не знаю, где я опять закосячил, но по инструкции мы должны обклеивать надводный участок корпуса планками толщиной 0,6 мм. Но с такими планками у меня был только один пакет, всего 25 штук. А все остальные шли со шпоном полумиллиметровой толщины. Конечно же, 25 планок мне не хватило и пришлось использовать то, что есть. И хоть разница кажется незначительной, на камеру может быть даже незаметной, но в реальности это все очень хорошо видно. Так что придется как-то сглаживать вот этот вот переход. Порты кушек я решил вырезать сразу по ходу работы, а не как советуют журнале. Для этого использовал самый обычный канцелярский нож, потому что когда он затупился, можно просто откусить часть, которая затупилась и заново работать нормальным ножом. А модельные ножи, к сожалению, у меня уже все не способны вырезать ничего. В целом, сборка мне понравилась. На видео вы, конечно же, не видите и десятой части от проделанной работы. Да на самом деле не хотелось снимать этот ролик, так как работа однообразная, рутинная. Но почему-то постоянно все просят новые видео по этому паруснику, несмотря на их практически нулевую информативность и мою косячную сборку. Ну что ж, так как далее комментировать здесь более нечего, можно просто посмотреть ролик под музыку. А в конце я уже сделаю вставку и покажу поближе то, что получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!